Тему мы сегодня не меняем. Это опять про качество образования, про критерии. И мы сегодня говорили и про самостоятельность, мы сегодня говорили про планирование времени, мы сегодня говорили про благополучие, мы говорили про многие вот такие, скажем, неучебные, неакадемические критерии оценивания, а может быть, скорее даже результаты образовательной деятельности. И тема нашего следующего разговора – осознанность. Осознанность как образовательный результат, осознанность как важное качество личности, осознанность как отношение. Ну вот об этом сейчас будут говорить наши замечательные гости Анастасия Азбель и Тимур Жабаров. Язык, наверное, психологов. Да, мы уже сегодня слушали с вами Катерину Николаевну Поливанову. Язык психологов. Мы, учителя, его иногда пугаемся, но если вникаем, то всё получается. Коллеги, я рада отдать вам эфир. Здравствуйте, Зинаида Юрьевна. Спасибо, очень приятно за то, что вы нас представили, таких собеседников. Но, наверное, давайте я попробую допредставиться немножечко, а потом Тимура попрошу допредставиться. Меня действительно зовут Анастасия Азбель. Я доцент Института педагогики Санкт-Петербургского университета. И, как вы понимаете, педагогика без психологии, она, мягко говоря, не очень состоятельна. То есть на одном содержании образования далеко не уедешь. То есть мы, входя в класс, понимаем, что дело мы имеем с самим собой в первую очередь, а во вторую очередь мы имеем дело с учениками, как бы кому бы не хотелось бы сказать, что ученик — это самое главное, что есть в нашем аудитории. В общем, все равно так устроен человеческий организм, ты для себя все равно остаешься самым главным. И я еще продолжу свое представление через некоторый кейс. Когда меня спрашивают, где ты работаешь? Я говорю, в университете. Меня спрашивают, а где именно? Я говорю, институт педагогики. Они говорят, ну, интересно, а что ты преподаешь? Я не могу перечислить все те дисциплины, которыми я занимаюсь, поэтому я говорю, я учу учителей. И тогда вот все вопросы отпадают. Но тут завязался у меня спор в Фейсбуке с коллегой, а что вы конкретно делать, какие вы новые инновационные технологии используете в преподавании, когда вы работаете со студентами? Ну, и мне ничего иного не пришло в голову ответить, чтобы коротко отвязаться от этого чат-разговора. Я сказала, что мы в первую очередь вкладываемся в себя, становясь, наверное, немножечко более интересными своим студентам. И после этого студенты начинают работать так, что кажется, что это просто какие-то космические люди из другой планеты и инопланетяне. Сегодня мне представится такая вот возможность прекрасная поговорить с Тимуром. Я мечтала об этом на такой аудиенции. И вот она спрашивала с Тимуром, расскажи, кто ты и почему я могла о тебе мечтать, как о собеседнике. В этот момент нужно краснеть, мне кажется. Меня зовут Тимур Жабаров, я директор и сооснователь смарт-курса. Мы с командой занимаемся разработкой разных образовательных программ для, развивающих программ для подростков, родителей и специалистов в рынке, в образовании для педагогов, для тьютеров, наставников, в общем, разных людей, которые работают с людьми. И наше поле работы связано с развитием гибких навыков, которые находятся на грани с личностными характеристиками. И вот эта вот заезженная конструкция про soft skills меня немножко от нее уже поташнивает, потому что это такое биткоин от образования, немножко мне кажется. В общем, мы работаем с развитием человека и в частности с разными конструкциями, которые позволяют человеку глубже, яснее, честнее соединяться с собой, смотреть в себя и через себя изнутри находить и строить контакт с окружающим миром и в частности с детьми, потому что это самое важное. Нас можно, нашу команду можно узнать по трем, наверное, тегам. Мы сделали методологию, которая называется «Пять шагов подсознанного выбора». В школах в некоторых используют продукт, основанный на этой методологии, который называется «Люби делай». Это такая комплексная программа развития профессионального самоопределения. И с «Мануанов Фербер» мы пару лет назад выпустили блокнот на эту тему, который называется «Окей, что дальше для подростков?» Такая self-assessment tool. Простите, пожалуйста, за англицизм. Такой блокнот самопомощи, по которому можно проходить ребенку самому с собой или вместе с взрослым и, в общем, искать ответы на волнующие вопросы про самоопределение. Вот, наверное, так будет корректно представиться в этом контексте. Да, но как мама-подростка, я совершенно точно знаю, что сейчас попробую получить некоторые ответы на свои инсайдерские вопросы. Но, тем не менее, будем думать о большинстве. Тимур, слушайте, расскажите об исследовании, которое вы проводили с своей командой. И у меня, кажется, результаты потрясающе интересные. Ну, а потом дальше как пойдет? Как осознаем дальше? Добро, давай. Наверное, это действительно любопытная штука. Мы в прошлом году завершили работу, которую давно задумали для «Билета в будущее» и «Союза Бородскиллс России». Тимур, извини, пожалуйста. Я буду иногда переспрашивать, как «Незнайка». А «Билет в будущее» — это что? Окей. Есть такой проект, большой профориентационный российский, который инициирован президентом пару или тройку лет назад, я запутался в сроках, который направлен на помощь в профессиональном самоопределении без исключения всем школьникам нашей прекрасной страны. То есть такая большая-большая-большая история. Этот проект развивается от года к году, растет, у него есть свои сильные стороны, свои слабые, и команда, которая активно горит, чтобы сделать его интересным и полезным для подростков и удобным и доступным для учителей и родителей. Вот. И поскольку там внутри фигурирует конструкция профессиональное самоопределение, а это как будто бы конструкция невозможна без осознанности, мы задумали провести такое исследование и разобраться, а что такое вообще в светском образовательном контексте про какую осознанность корректно говорить, то есть что вообще стоит за этим термином. Потому что, мне приходит в голову шуточка, один профессор английского языка, когда его спросили, что такое культура, он сказал, ну это типа одно из самых сложных слов, одно из самых сложных слов в английском словаре, потому что оно определяется ста с чем-то способом, и все как бы друг другу не противоречат, а дополняют. Вот с осознанностью не настолько, конечно, сложная конструкция, но тоже разнообразная, потому что это с одной стороны про психологию, с другой стороны про нейрофизиологию, с третьей стороны про какие-то духовные, какие-то околорелигиозные тексты, с четвертой стороны это какой-то такой мем, летающий в облаке в интернете, про осознанное питание, про осознанное что-то такое. Наша была задачка сформулировать этот термин, это понятие для удобства пользования в образовательном контексте. В итоге у нас получилась такая треуглавая конструкция, что осознанность это такой процесс познания и исследования себя и мира вокруг, при этом это результат этого процесса познания и способность, которая формируется в результате постоянной практики это самая осознанность. Важно, говоря про осознанность, помнить про внимание, потому что осознанность как термин идет очень близко с конструктом внимания и нашим умением этим вниманием управлять. второй был блок нашего исследования связан с формулировкой метафоры, потому что когда начинаешь читать всякие книжки, то там через пень-колоду как-то сложным языком объясняется, а наша была задачка сделать так, чтобы человек за пределами узкого кружка адептов и всяких медитирующих особей был, чтобы эта конструкция стала более понятной. В итоге родилась некоторая метафора, которая можно почитать на сайте, но она, грубо говоря, про лучик света и фонарик. Если представить, что у каждого человека есть внутри такой фонарик, и этот фонарик можно, во-первых, понять, что он у тебя есть, что он не просто как-то такой болтается и светит куда хочет, а ты им можешь управлять, у этого фонарика есть разные качества, свет может быть более, более, сфокусированным, более рассеянным, и он может быть направлен на какие-то объекты внутреннего мира или объекты внешнего мира, вот такая вот метафора разбилась. Ну и третий блок, третий глава, это каталог инструментов по развитию этого, вначале про то, чтобы помочь человеку, себе в первую очередь, а потом другому человеку, найти этот фонарик внутри самого себя, научиться его включать, выключать, направлять, и потом уже им пользоваться в разных контекстах. Вот, собственно, такая получилась у нас конструкция. Шикарная конструкция получилась, еще раз заострю внимание на метафору, потому что она совершенно очевидна, лежащая на поверхности, даже переживаемая каждому из нас, но как-то вот ее вот так вот операционализировали и стало здорово, потому что я один раз в своей жизни зашла в гараж, у меня, у нас есть гараж дома, я засламываю и захлопнулась дверь. И я оказалась наедине вот с этим вот в этом пространстве, где я не очень хорошо понимаю, как оно устроено, и у меня был в кармане телефон, я его включила, и у меня вот этот вот лучик света, и когда я смотрел на сайт с твоей осознанностью, я вдруг вспомнила эту ситуацию, когда, ой, я никогда не знала, что у меня в этом углу там отвертки, плоскогубцы, еще что-то такое, ну, то есть осознала вдруг, как устроить пространство. Это очень похоже на то, что мы на самом деле переживаем, когда мы подходим к изучению чего-то абсолютно нового, мы как в темной пункте, и вдруг через какие-то вещи вдруг мы начинаем осветлять те участки знания о мире, которые существуют. Вот и интересно, что наука-то, она так же точно устроена, то есть как это, чем отличается школа от науки? Тем, что в школе все известно, что в этом темном гараже, а наука, она работает совсем с открытым пространством, ей неизвестно, что она находит, и как она описывает, и как все с чем связано, поэтому в этом плане немножечко понятно, и в том числе зачем люди работают в университетах. Тимур, ну была же вторая история у этого исследования. Может быть, ты поделишься сайтом, или я поделюсь сейчас в чате сайтом на это исследование? Слушай, было бы классно, потому что я сейчас в телефоне, в зуме с телефона, и поэтому мне не получится прямо сейчас отправить. Слушай, я понял, что ты начала говорить про науку, и одна из штук, которую мы выделяли, то есть собирая это понятие осознанности, там получилось из разных источников собрать несколько атрибутов такого осознанного состояния, то есть как понять, что я, что то состояние, в котором я нахожусь, и тот фонарик, которым я пользуюсь, он имеет, его имеет смысл называть осознанным, осознанным, в общем, моим вниманием. Там получилось несколько атрибутов, я их перечислю, мне кажется, это важно. Первая история была связана с отсутствием импульсивной реакции, то есть в тот момент, когда мы сталкиваемся, вообще находимся в любой ситуации, и в нас влетает какой-то внешний раздражитель, мы обычно каким-то образом на него реагируем. В тот момент, когда возникает пауза, первый такой шаг это наличие паузы между каким-то стимулом и нашей возникающей реакции. Вторая история, второй атрибут связан с открытостью, то есть когда мы светим этим фонариком по гаражу, то у нас есть помимо самого гаража, который возникает в свете фонарика, у нас есть какие-то ожидания от этого гаража, что мне кажется, вот здесь лежат отвертки, а вот здесь я в прошлый раз оставлял колеса, и я вряд ли ожидаю увидеть там сокола или старую шхуну, но она же там может в какой-то момент оказаться, вот эта вот открытость любому новому опыту, который просто со мной происходит, потому что это попадает в поле внимания, это второй атрибут осознанности, третий это наблюдение как такое наблюдение как протоколирование, то есть в тот момент, когда что-то происходит, мне важно это фиксировать и не каким-то образом эмоционально к этому относиться и оценивать, а просто фиксировать, о, вот сейчас фонарик, я наблюдаю шхуну, а сейчас там появилось что-то еще. Это история про экспликацию или способность это описывать, ну то есть как мы можем понять, что происходит какое-то осознавание, это когда мы эту шхуну начинаем словами описывать или опыт какой-то описывать, здесь много сомнений какого-то дискурса происходит, но для внешнего наблюдателя это единственный способ нам снаружи понять, что внутри этого человека происходит какой-то процесс осознавания, потому что он это описывает. Ну и последнее и возможно самое сложное это то, что называется принятием, то есть отсутствие предвзятого, такой непредвзятый, не осуждающий, не судящий отношения к любому внутреннему опыту, который происходит, такое с терпимостью, с любопытством, с любому переживанию отношений, то есть это такой вопрос отношения, вне зависимости от того, приятное, но радостное, ожидаемое или неожиданное, вот, и мы говорим про внутренний опыт, потому что в пределе любой, любой внешний опыт, любой стол или оранжевый домик, который у меня стоит за спиной, для того, чтобы мы смогли к нему отнестись, он становится в первую очередь нашим внутренним опытом, то есть я его вижу и после этого я смогу, могу направлять уже внимание на то, что я вижу, я не могу направить внимание напрямую на этот дом, оно только на своем внутреннем, поэтому в пределе и внешние и внутренние объекты по факту являются внутренними объектами моего восприятия, вот, и чтобы там не возникало возможности фиксировать, протоколировать это без оценки, это такой последний оплот, в общем, особенности, как только все эти галочки поставились, может, вот прямо сейчас кажется, я к тому, что происходит, отношусь из позиции такого осознанного восприятия. Ладно, а можно дальше вопросы задавать? Да нужно, нужно, я даже болтать не могу, но это все бесконечно. какая-то происходит, у нас есть, ну давай, у нас так, у нас с тобой разговор направлено на двух субъектов, но мы с тобой вот сидим, один в библиотеке, другой, значит, за спиной оранжевое здание, и такие мы осознанные и приосознанные, а вот что делать тем, кто находится еще на другой ступени, то есть с чего начать? ведь осознание, работая с осознанностью, это вневозрастная история, не то, что вот начинайте в детстве, и тогда вам будет счастье. Это же вопрос, или я уже там старая тетенька, мне 40 лет, и мне уже поздно, вот это же не будет правильным размышлением. То есть с какой позиции, наверное, личностной нужно начинать, если ты вообще хочешь прийти к этому, к этой осознанности, ну, подожди, еще предыдущий вопрос тогда уж, а зачем вообще вся эта осознанность? Вот это вот, да-да-да, я хотел сказать, что для того, чтобы там четырехлетнему ребенку помогать, какие-то шаги туда делать в эту сторону, или себе 30-40, 50-70-летнему туда как-то смотреть, хорошо бы себе ответить, а зачем этот баян вообще, почему мне нужно на нем учиться играть. Вообще же, изначально эта практика была частью двух страт. Одна такая монашеская, ацикетская, религиозно-духовная, люди, которые соединились с собой, с Богом, в разных хпостасях, как бы его ни называть, не будем туда заходить, и вот типа через осознание, через переживание опыта туда сталкиваемся с этим. А вторая часть это разного рода управленцы высокого уровня, цари, короли, генералы, майоры, предприниматели, задача которых была быстро принимать решения и переводить неопределенность в определенность. То есть я сталкиваюсь с каким-то драконом, никто никогда не говорил, что драконы бывают, а тут он появился, летит сжечь мою деревню, и мне что-то с этим нужно делать, потому что я отвечаю за деревню. Мне нужно понять, мне с ним переговоры вести, или пора уже арбалеты натачивать, ну то есть и какое-то решение предпринимать и, собственно, приводить его в действие, ставя задачи уже людям, которым я управляю. То есть вот эта вот функция переноса неопределенности, которую предъявляет мне окружающая реальность в определенность для людей, которым я ставлю задачу, вот эта вот функция закрупнения, она требует осознанности как как инструмента. То есть если ты реактивен и просто если видишь внешнюю любую опасность автоматом туда направляешь пушки, то долго ты не выживешь, потому что в какой-то момент придет враг с пушкой побольше и с которым тебе не нужно воевать, а договариваться, поэтому тебе нужно иметь разные стратегии в твоем выборе. А мы живем в быстро меняющемся мире и, собственно, это было таким, видимо, триггером, который привел к такому массовому запросу на развитие этой способности самостоятельно принимать решения, не быть автоматическими в опоре на какие-то привычные паттерны и относиться не к ситуации вообще, а к той конкретной ситуации, которая происходит со мной здесь сейчас, вот прямо теперь, прямо сейчас в классе, прямо с этим ребенком, прямо по поводу этой темы, что прямо сейчас я могу сделать, конечно, в опоре на свои своего предыдущего опыта. Вот. Впервые мы столкнулись с этим ясным запросом в родительском контексте и в контексте профориентации по очень простой причине. Я родитель, сори, я оттуда делаю примеры, потому что это такой на кончиках пальцев вылезший опыт. Я родитель, я хочу здоровья и счастья своему ребенку. В моем опыте здоровые и счастливые люди, обычные экономисты или юристы в 90-е годы, поэтому, поскольку я хочу своего ребенка здорового и счастливого, я его активно пушу в сторону экономиста или юриста, потому что, а дальше, это люди, которые вечно востребованы, это не самая пыльная работа, я точно знаю, что эти люди зарабатывают деньги, никогда не будут сидеть на моей шее и будут финансово обеспечены, а еще смогут обеспечивать свои, и так далее. То есть, есть какой-то набор идей у меня в голове. и если я не смотрю на текущую ситуацию, как она есть, а опираюсь просто на свой собственный опыт, то я пушу ребенка в это направление и автоматом оказываю ему медвежью услугу, потому что те паттерны, те идеи про экономиста и юриста не актуальны в мире, в котором будет жить мой ребенок, когда он вырастет. И, соответственно, вот была точка, в которой мы начали в это погружаться и объяснять, пробовать говорить с родителями о том, что здоровье и счастье можно добиться разными способами. Это зависит от контекста, в котором ты находишься. И в условной Уганде экономисты и юристы с меньшей вероятностью добьются успеха, чем в Москве 90-х. А в Москве 2025 года мы вообще с трудом можем предсказать, что именно будет востребовано. Поэтому, вероятно, не вам нужно принимать решение, вот была точка входа в самостоятельное принятие решения. Это про ответ на то. Но тут же возникает следующий, тут возникает, прошу прощения, скорее всего, следующий страх. А как я могу доверить ему, если я уж ничего не знаю про 2025 год, а он до чего маленький, там, это самый неудаленький еще может вообще из какой точки выбирать. Вот с таким... И здесь... Это же замечательно. Это же замечательный вопрос, потому что именно с него начинается то рассуждение, в которое мы неизбежно зайдем. А в какой момент, дорогой родитель или дорогой учитель, этот маленький, неудаленький ребенок магическим образом превратится в здорового молодца в 33 года, который встанет с печи и пойдет крушить ворога? Что это за магический переворот? Как он должен... Ну да, тут получается у нас возраст дожития слишком сильно увеличился, и мы все больше и больше пытаемся, значит, проконтролировать. Раньше просто это естественным образом. У тебя в 33 года наступала эта взрослость, ну, даже в 17-е, да? Потому что... Да. А сейчас мы... Ну, то есть, переживание очень ясное. Если откатиться на 20-30 лет назад, то объем того, что мне как родителю или мне как учителю нужно отдать в ребенка для того, чтобы он с высокой долей вероятностью прожил здоровую и счастливую жизнь, имел какие-то границы. Ну, вот эта вот школа, вот эта вот вуз, вот это английский язык, какие еще программирования, то... И вот если я этот скиллсет отдаю ребенку, помогаю ему его получить, то он с высокой долей вероятностью преуспеет в жизни. То сейчас этих границ нету как таковых. Ну, то есть, будет ли успешен ребенок с способностями к театру и к какому-то... к какому-то творческому проявлению и перформансу? Конечно. А может быть, нет. Будет ли успешен человек, который умеет считать дроби в уме? Конечно. А может быть, нет. Будет ли успешен человек, который классно коммуницирует или наоборот обладает каким-то расстройством аутического спектра и с трудом настроит отношения? Конечно. А может быть, нет. И вот этих вот вилок возможностей бесконечное количество. И здесь важно найти, ну, по-честному договориться с собой как с родителем или с собой как с учителем. а где моя зона ответственности, за которую я правда отвечаю, в том смысле, что я на это действительно могу повлиять и я действительно могу создать результат, и я действительно могу понять, что этот результат создан, то есть где эта граница ответственности, выдохнуть и работать на нее, потому что будет ли мой результат полезен для ребенка спустя 20 лет, я могу строить какой угодно прогноз, но проконтролировать это я не могу. Потому что я даже, я могу пробовать предсказать, но это как в истории с форсайтами. Ну, то есть в тот момент, когда я строю форсайт, в этот же момент он перестает быть актуальным. Это некоторое такое облако, облако вероятностей, которые по мере приближения к этой дате становятся все более и более плотными, а потом что-то срабатывает. Вот, как бы, та логика, которая есть. Ну, окей, с чего начать? Поверим мы, что не нужно никаких строить долгосрочных прогнозов. Я, правда, сейчас чуть-чуть так иронизирую, потому что я сама на стороне как раз твоей, но я могу себе представить, с каким внутренним сопротивлением может столкнуться человек. Понимаю. Говорит там, ну, я, предположим, человек открытый, уже первую ступень эволюции я прошла. Окей, я поверю, что осознанность – это важно. С чего мне начинать? И здесь важно, наверное, вот… Сейчас, коллеги, секундочку. Вот, простите, просто час прилетел, один, и мне кажется, что это сейчас вот в том ключе, может быть, я вам подкину это высказывание, и вы с ними тоже поработаете. Вот какое оно. Необходимо давать детям больше информации и воспитывать в них ответственность за все, что от них зависит. Ну, вот такое суждение. Все, простите, не отвечаюсь. Суждение-то шикарное. Мне кажется, на уровне идеи здесь… Мне кажется, очень в тему это суждение, потому что мы буквально вчера, когда с Анастасией готовились к этому разговору, сформулировали для себя такую конструкцию, в которой кажется, каждая идея, которая нам кажется классной, из которой мы внутренне согласны, проходит некоторое количество этапов. То есть вначале мы ее не знаем, потом мы с ней знакомимся, и когда знакомимся, признаем ее для себя удобной, интересной. Может быть, она раньше не встраивалась в нашу картину мира, но теперь она встроилась, и теперь мы поставили галочку. Окей, теперь я знаю, что зубы надо чистить, и это полезно для организма. Понятно, что на признание этой идеи у каждого человека уходит определенное количество времени. Это может быть 3 секунды, о, классная идея, я ее сразу взял себе на вооружение. А может быть 33 года, потому что я долго ей сопротивляюсь, это конфликтует с моими убеждениями, и так далее. Но тот факт, что идея стала моей, еще совершенно никак не влияет на мою жизнь. Потому что для того, чтобы она начала влиять на мою жизнь, мне нужно каким-то образом ее операционализировать, то есть начать что-то делать по этому поводу, в опорье на эту идею. Если я знаю, что зубы чистить классно, то действие – это начать чистить зубы, в смысле, с какой-то регулярностью. И вот на этот перенос идеи из головы в действие может уйти еще какое-то количество времени. Может быть 10 минут, пойти взять зубы в зубную щетку и сразу пойти чистить зубы. А может быть несколько лет, для того, чтобы все-таки решиться на то, чтобы это действие впервые совершить. Но, как мы знаем, единожды совершенное действие очень малое влияние оказывает на человека. Поэтому есть третий этап, когда это разовое или нерегулярно повторяемое действие превращается в регулярную практику, которую человек уже не может, от которой человек не может отказаться и которую он считает неотъемлемой частью своего сущего. Это такой третий, третий, третий этап. И на это могут еще уйти целые годы. Поэтому, возвращаясь к тому суждению, которое прилетело из чата, это совершенно замечательная идея. И прекрасный вопрос, который имеет смысл обсудить. Окей, а какой второй шаг у этого суждения? Как его можно операционализировать? Когда мы говорим про дать больше свободы и дать возможность больше... Я не смогу сейчас тебе ответить на вопрос. Прости, пожалуйста. Я прямо сейчас разговариваю по телефону. Здесь получается вторая история. Какое конкретное действие я могу произвести для того, чтобы дать больше свободы и для того, чтобы помочь воспитать в ребенке ответственность? То есть, что это за действие? Одно и следующий вопрос. А какие-то регулярные действия, которые встраиваются системно в мою работу с детьми, с классом, для того, чтобы это происходило? И вот это требует уже некоторой корректировки в моей ежедневной деятельности. А моя деятельность является воплощением, проявлением моих убеждений, моего какого-то набора верований. И это та проблемка, с которой мы сталкиваемся, распространяя и развивая такую идею развития осознанности в школах или в вузах, потому что то, о чем говорила Анастасия, поменять один учебник на другой на уровне передаваемых идей в целом не составляет большой проблемы. Ну, в смысле, мы раньше учили политэкономию, теперь экономикс, дальше будет что-то третье. У нас есть бесконечное количество школ психологических, я могу быть с ними согласен, могу быть с ними не согласен, но рассказывать о них как о вариантах ничто мне не мешает. И даже я могу говорить, что я согласен с этим или не согласен делиться своими суждениями. Но осознанность — это в первую очередь практика. Это означает, что это не некоторое суждение, некоторый набор, не только некоторый набор идей, которые я разделяю, но это какой-то некоторый образ действий, направленных на мое взаимодействие с самим собой, на мое отношение к своим действиям, и действий, направленных на других людей, влияющих на мою коммуникацию с ними и так далее. Сейчас, очень классное высказывание, а давай попробуем его на уровень конкретики. Давай. Я понимаю, что то, о чем ты говоришь, скорее всего, у каждого будет свой рецепт. Понимаю. Входа в осознанность. То есть каждый к этому пришел... Ну, я, например, иду до сих пор. Я не могу сказать, что я уже... И я. Мне кажется, тех, которые пришли, это прям... Ну, в смысле, что это значит? Это путь. Ну, это может означать два варианта. Либо это уже близко к буддийским монахам каким-то там, где-то высоко. Либо это люди, которые уже все поняли о жизни и дальше уже предстоит развиваться. Слушай, ну, все-таки, вот ты говоришь, вот фокусировка, действия, вот это про что? Ну, ты вот сказал первое, чистить зубы по утрам. Окей, я это уже начала делать. Можно мне следующий шаг? Что следующим шагом? Ну, смотри, есть классные пять вопросов. Мне их очень нравится повторять. И мне кажется, это хорошая такая точка входа в такую возвращающую себя осознанность в моменте. Вот я захожу в тренинг, в котором происходит какая-то конфликтная ситуация. Или в класс, в котором есть какой-то ученик, который каким-то образом себя проявляет, кричит, кидается, не знаю, что-то с ним происходит. И я на это как-то реагирую. С классом или с учеником? Или с классом, или с учеником. Ну, в смысле, есть некоторая ситуация, которая развивается. Сейчас вот для этого примера, это индивидуально или в группе, не так важно. Классные пять вопросов. Что я прямо сейчас делаю? Ну, то есть я, например, захожу в ситуацию, в которой, опять же, ситуация взаимодействия родителей и ребенка. Девочка подходит к маме и говорит, мама, я хочу пойти, девочке 13 лет, хочу пойти переночевать у подруги, потому что мы там будем делать вместе уроки. И так далее. Мама благим матом начинает орать на девочку, объясняю ей, что она никуда не пойдет, потому что мальчики и вообще ранняя беременность, не знаю, чем вы там всем занимаетесь в своих вот этих вот тусовках, а еще алкоголь и легкие наркотики, и где я тебя потом буду искать. Ну и, в общем, там выдает какой-то набор суждений. Классно. Если бы в этой ситуации мы бы общались с мамой, то пять вопросов для нее звучали бы таким образом, как для всех других. «Что я прямо сейчас делаю?» Это то, что я могу спросить себя. «Что я прямо сейчас делаю?» Честный ответ. Я кричу на своего ребенка. Благим матом. Второй вопрос. Я думал, у нее может быть другой. «Я боюсь за своего ребенка». Это тоже глагольная история. «Что я сейчас делаю?» Ответ на вопрос «Что я сейчас делаю?» То есть, по моему проявлению. Да, какие действия я сейчас произвожу, да. Зачем я это сейчас делаю? Второй вопрос. И здесь на переключении с первого вопроса на второй уже происходит какое-то количество инсайтов и изменений, потому что, может быть, я это делаю для того, чтобы оберечь своего ребенка. Может быть, я делаю это для того, чтобы она осталась дома. Может быть, я это делаю для того, чтобы она меня поняла. Может быть, я... Ну, то есть, какой-то ответ внутри. Я это делаю зачем? Третий вопрос. «Из какой роли я это прямо сейчас делаю?» То есть, вот когда я так благим матом ору на ребенка? Я это делаю из роли мамы, босса, не знаю, другого ребенка, инопланетянина. То есть, как я могу назвать ту роль, из которой я прямо сейчас это делаю? Четвертый вопрос. «Какую эмоцию я прямо сейчас испытываю?» То есть, что я сейчас чувствую, когда я это действие совершаю? И здесь как раз будет максимально корректным твой ответ, мне кажется. Я сейчас прям... Ну, я боюсь, я в ужасе от того, что может произойти с моим ребенком. И пятый вопрос. «Какую эмоцию я прямо сейчас транслирую?» То есть, когда я боюсь, что я прямо сейчас... Какую эмоцию я прямо сейчас транслирую в своего ребенка? И в данном случае это будет эмоция гнева. Ну, то есть, иными словами, мы переходим на такой... к терминам эмоционального интеллекта. Ну, это один из... Да, 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 да. Вот в этом... Как будто бы в... Это самый конкретный и самый ощутимый инструмент, который позволяет прямо сейчас почувствовать, что мы имеем в виду, говоря про осознанность. То есть, это направление внимания в очень конкретные области происходящего. Ну, то есть, вот я сейчас что-то здесь делаю. Давай я запротоколирую, что я сейчас делаю. И я не буду... Я не буду к этому никак относиться в этот момент. Я не буду это никак судить. То есть, я не буду говорить, «О, Господи, что ж я за такая плохая мать, которая кричит на своего ребенка?» Или «Что ж я это за такой отвратительный учитель, который не может справиться с одним учеником в классе?» Нет, нет, нет. У нас, у учителей, немножко по-другому происходит. Мы приходим в учительскую и начинаем обсуждать детей. Мы никогда не обсуждаем себя. Мы... Окей. Да, мы начинаем обсуждать, вот у меня он не сдал, сдал там, или опять он что-то там сделал. Но при этом мы редко в учительской говорим, что сегодня я накричала на свой класс. Вот, да, и это было связано... Мне кажется, это большая такая тема отдельного разговора про признание собственной ответственности, про обозначение фонтура собственной... Это мы когда делаем разные программы для учителей, это безумно больная по какой-то причине, мне не ясна, тема, связанная с зоной ответственности меня как учителя. То есть, когда я отвечаю, я отвечаю именно за что. То есть, я же... Вылезают же очень разные формулировки. Я отвечаю за то, чтобы мои дети сдали ЕГЭ. Я отвечаю за то, чтобы мои дети получили какое-то знание. Я отвечаю как будто бы за результат своих детей. Но ведь в тот момент, когда я беру на себя ответственность за результаты другого человека, я таким образом даю себе с одной стороны, автоматом обеспечиваю себе полномочия разными способами воздействовать на этого человека ради достижения собственного результата. А с другой стороны, я отбираю у человека любую его самость, субъектность и вообще любые его права на ту же двойку, на дисквалификацию, на незданной ЕГЭ или наоборот, на прекрасно сданной ЕГЭ. Потому что здесь же есть две ответственности. Меня как учителя, который создает все необходимые условия, в которых знания могут быть получены, усвоены. И есть ответственность ученика, который отвечает за усвоение, реализацию, повторение, применение в разных контекстах и так далее. Но это как будто бы отдельная тема. Но, как мне кажется важным, в эту тему практически невозможно заходить, как и многие другие, без опоры на это самое базовое орудие осознанности и постепенное разлепление себя от контекста школьного, от действий того, что я делаю прямо сейчас, от способностей, от роли. То есть почему нам так сложно вообще на эти темы разговаривать? Потому что наше сознание ведь устроено каким образом? Нам каждый раз важно, когда мы говорим «я», с чем-то себя проассоциировать. То есть что есть «я»? и мы можем себя ассоциировать с очень разными конструкциями. Если говорить там по нейрологической пирамиде Динца, например, есть люди, которые ассоциируют себя с некоторым контекстом и говорят, отсюда возникают вот эти вот «я, я, 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 я москвич», или «я из такого-то района», или «я работаю в каком-то классе». То есть я ассоциирую себя с пространством, с контекстом. Есть возможность ассоциировать себя с деятельностью, «я убираю эту комнату» или «я учу этих детей». Есть ассоциация с уровнем способностей, а есть ассоциация с себя, с уровнем роли, типа «я учитель». И то, и каждая из этих вот привязок, она становится ограничением, потому что в тот момент, когда мы ставим под сомнение контекст, деятельность, способность, роль или убеждение, человек в этот момент как будто бы чувствует потерю части себя. То есть, ну как же, подожди, если я не до конца учитель, это что? Это означает, что я плохой, неправильный, несуществующий, несостоявшийся, бла-бла-бла. То есть там возникает туча внутренних переживаний, не имеющих отношения к реальной реальности. Ну, здесь ты абсолютно правильную как бы тему нащупал для осознания нас как специалистов, почему так происходит. Я имею в виду нас как специалистов. У меня есть две идентичности. Одна связанная с учительством, а другая связанная с... Вторая половина моя, она психологическая. Понимаешь, какая штука? У учителей так устроен мозг. Они как раз те самые счастливые люди, у которых спрессовалась жизнь и работа. Поэтому им очень... Ну, как бы в нашей культуре так устроено, что работа учителя, она же равно и жизни. Вот в других культурах немножечко по-другому. Они приходят на работу, у них есть какая-то роль, они ответственны, там, готовят задания, дают обратную связь детям по поводу их результативности, там, разговаривают с родителями, пишут там, журналы записывают какие-то там свои действия. Потом пять часов вечера они закрывают, все складывают стопочкой, ушли, и там дома чай, пироги, они больше не учителя. У них очень, как бы, классно разъединена эта роль. А мы даже, когда берем с собой домой проверку, там, работ, ну, раньше это была вообще комичная история, когда, там, женщина в авоське несла в одной, значит, руке, значит, там, купленное, там, кусок мяса, чтобы суп сварить, с другой стороны, тетради, пока бульон варится, значит, она... Ну, это действительно комедия. А сейчас это тоже такая сложная история, потому что мы дома, и у нас большое количество работы мы совершаем из дома, и это тоже очень большая проблема для личности, разъединить, где у тебя дома, где работа. Поэтому если у тебя нету этой, ну, как бы, ежедневной психологической практики, она именно психологическая, да, отслеживание своего состояния, отслеживание, что тебя раздражает, особенно раздражает, что тебя радует, чтобы сфокусироваться, потому что качество жизни же, оно же складывается из мелких деталей жизненных, вот в такую единую палитру, и если ты фокусируешься на каких-то сумасшедших, ну, значит, у тебя такая жизнь, она с одной палитрой. Если ты фокусируешься, там не фокусируешься, а фокусируешься только на каких-то розовых слонах, ну, тогда у нас другая палитра, не менее объективная, чем предыдущая, но, в общем, тоже такая с небольшим перекосом. Поэтому вот эта настройка этой палитры, настройка того, на что ты фокусируешься, на что ты тратишь личное жизненное время, на самом деле тебе это, то есть ответ себе честный на вопрос, нужно ли тебе это, а если нужно, то зачем нужно. То есть, там, допустим, ну, можно я сейчас приведу пример, да, из чат родительский, да, допустим, кто-нибудь из родителей начинает какую-нибудь, ну, некую речь писать в чате, возможно, там, эмоциональную речь. И вот дальше по сути же выбор учителя, как ты будешь реагировать. Например, у тебя может быть правило. В 18 часов я, ну, там, ну, ладно, 18, еще бог с ним. В 21 час я прекращаю разговаривать с родительским чатом. Ну, допустим, если мы эти правила оговорили с родителями, я отвечу на ваши все вопросы, начиная с 8 утра 15 минут. Окей, окей. И тогда ты, ну, как бы, остаешься свободным, ты находишь время принадлежать самому себе. А если учитель вынужден реагировать на, ну, как вынужден, он просто еще не знает, что у него есть личные свободы, границы там какие-то, да, и он вынужден, ну, просто потому что он не может отсоединить работу от жизни, и он, ему кажется, если он сейчас вот Петя Федосееву какому-нибудь, Федосееву не ответит, папе Петину Федосееву, то он как бы, если он отвечает, то он зачем это делает 23-30, и потом не выспавшимся прийти на работу, то есть это, это что с тобой сейчас происходит? Вот, по сути, мы сейчас, если ты мне позволишь, мы выходим на то, что осознанность — это практика ответов на вопросы. Зачем что-то ты делаешь в какой-то момент времени? Это очень понятно. Вопросы — это такой неотъемлемый инструмент, инструмент, инструмент развития. То есть для меня осознанность — это способность вот в этом контексте управлять своим вниманием. А как я могу направлять свое внимание? Я могу задавать сам себе честные вопросы и сам на них честно отвечать, вот, не отвлекаясь или по возможности не отвлекаясь. Это очень действенный инструмент. И то, о чем ты говоришь, про разделение ролей, для меня история про осознанность — это как будто бы неотъемлемый инструмент. То есть для меня бесконечный вопрос вот этой вот боли, которую люди сами себе создают в жизни, потому что... И там целый ряд причин. И для меня большая радость, что когда мы приходим работать с разными учителями, и мы наблюдаем, что новое поколение учителей, молодых, которые приходят в школу, одна из таких зон, границ постоянного конфликта между таким более старым поколением, которые давно работают в школе учителя, и молодым поколением, как раз проходят по той границе, которую ты обозначила. Молодые ребята приходят, много энергии отдают в классе, делают тучу работы, а потом такие, типа, сворачиваются, и такие, типа, ну все, я пошел футбол играть. Или, окей, я пошел, у меня там день рождения у подруги, мне нужно там еще что-то. Или у меня еще хобби, я пошел рисовать. А учителя такой старый формат сказать, подожди, подожди, мы еще не спроектировали классный час на 17 февраля. У нас туча времени, у нас вообще, у меня есть дела, а еще мы это сделаем, давай запланируем, когда мы это с тобой сделаем. И все это для меня, с одной стороны, конечно, про ряд ценностей и убеждений, про большую ценность собственной жизни, про ценность самореализации, про какой-то набор ценностей, которые конфликтуют. А еще ко всему этому про разницу в навыках, управления собственным временем, фокусировки внимания, способности договариваться, удерживать договоренности. И вот эти вот разные конструкции. Почему я говорю про навыки? Потому что мы в них упираемся очень часто в организации рабочего процесса. Мы тут делали, как только случился дистант, дистант всея-всего, мы сделали небольшое исследование такое про работу в дистанте с учителями. У нас на сайте можно найти его результаты, но там идея в том, что из 20, 21 или 18 проблемных точек, которые обозначали те полсотни или чуть больше сотни, я не помню, какое количество учителей мы опрашивали, по Москве и по регионам, вот эти точки боли, которые они обозначали, только две из них были связаны непосредственно с дистантом, в смысле с появлением дистанта, а все остальные, то есть абсолютное большинство, дистант стал только триггером, который подсветил боль, отсутствие навыка, неумение или отсутствие договоренности, которое было проявлено, но маскировалось такими пластырами разных существующих конструкций, инфраструктуры, ну то есть влиять на ребенка разными способами, такими авторитарными, в четырех стенах за закрытой дверью, возможно влиять на ребенка подобными инструментами в открытой, свободной среде, где у человека YouTube в соседней вкладке, а мороженое за соседней дверью, невозможно. И это не про среду, это про набор навыков и не более того. И то, почему я сейчас про это говорю, потому что это затронуло 23.30 и ответить Пете, одна из болей, которая была проявлена и очень четко делилась по двум вот этим вот категориям учителей, есть ДЗ, домашнее задание как-то вам нужно присылать, и часть учителей жаловались со слезами буквально, что из всех каналов просто сыпятся вот эти вот листики, отсканированные из рабочих тетрадей, и в WhatsApp, и в ВКонтакте, и в каком-то домашнем журнале, и на почту, и все это не структурировано. А другие учителя искренне не понимали боли, потому что они говорили, ну подожди, я написал своим ученикам и их родителям, что вот почта, или вот форма в Google Доке, или вот табличка в AirTable, или вот канал, через который я это принимаю, я это принимаю с такого-то времени про такое-то время, и все туда это шлют, а все, что туда не присылают, я просто не принимаю. Прошло две недели, все научились, что мне присылать это нужно сюда, какая проблема? И это было удивительно, вот эта вот простота про договоренность, и это поднимает как бы еще одну проблему, прости, про договороспособность, и про способность, и про способность жить в несогласии, и где там типа даже не столько в конфликте, а просто в разнице позиций, с которой сложно, но это тоже отдельная большая тема про договороспособность. Иными словами, то есть когда мы вот про договор, нам нужно понимать, что есть я со своим хочу, и, Тимур, прошу прощения, ты со своим хочу. И вот когда наши я хочу, и я хочу начинают конфликтовать, в этой ситуации нужно прибегать к договору, а не к конфликту. Завершая время, я вижу там еще какие-то вопросы в чате, может быть там Зинаида Юрьевна потом поможет их прочитать, но я их просто вижу краем зрения. Я хочу сказать, с чего началась моя, скажем так, осознанность. Я советский ребенок, с советской школой, мягко говоря, средней по благополучности, и несмотря на то, что это была очень хорошая школа, но я не ощущала там себя благополучным. И, собственно говоря, в какой-то момент времени я просто приняла решение, что я, моя самая главная мечта, то есть так, мне все как-то желают на день рождения быть счастливой. И в какой-то момент я поняла, что, ну, я просто вот выбираю этот путь. Выбираю путь быть благополучным и счастливым человеком. Это не значит, что мне не приходится спотыкаться на глупость. Это не значит, что меня перестали там обходить какие-то там, у меня перестали эвакуировать машину из среди там сотни на автостоянке, только мою забрали, потому что она тоже, как и все оставшиеся сто, нарушала. Это не значит, что в моей жизни не происходит драматических событий. Это не значит, что и так далее. Но именно фокусировка на том, что я не желаю переживать эмоцию гнева, я не желаю сталкиваться с чувством вины. То есть просто отпускаешь это, не фокусируешься, по крайней мере, на эти эмоции. Как только ты их рефлексируешь, ты просто говоришь, зачем тебе это все нужно. Отпускаешь это мирно в своем сознании к вопросам медитации, с чего начать, понять и простить. Во всяком случае, у меня с этого началась она. И вот когда я избавилась, по крайней мере, от этих минимальных, хотя я не могу сказать, что я не попадаю иногда периодически в какую-то ярость, потому что все равно так или иначе обстоятельства какие-то жизненные. Но зато есть потом повод, что я делал, зачем я делал, почему я делал, почему я не справился с этой эмоцией. То есть что было, как можно эту ситуацию преодолеть в следующий раз. И надо сказать, что, ну, в общем, там лет за 15 я вот уже на человек стала похожа быть. То есть не могу сказать, что идеального, но, в общем, может быть, так в благообразную старушку когда-нибудь превращусь. У меня есть короткий отклик. Перед вопросами могу дать? Давай. Мне кажется, ключевая идея, которую нужно рассмотреть, из которой нужно согласиться и в опоре на которую, через которую открывается окно возможностей для развития осознанности, эта идея заключается в том, что важно признать, что я не есть мое тело, в смысле, тушка, это вот как бы она у меня есть, но я не она. Я не есть мои эмоции, в смысле, я чувствую эмоции, но я не равно моей эмоции. И третье, что в этой цепочке еще менее очевидно, я не есть мои мысли, у меня есть мои мысли, но я не есть мои мысли. И как только вот эта вот возможность отстраниться от собственных мыслей и начать смотреть на них не на как самого себя, а начать смотреть на них как на поток, который происходит, это открывает окно возможностей, в котором как к телесным проявлениям, как к эмоциональным проявлениям, так и к каким-то мыслительным проявлениям начинает быть возможно равное, спокойное, разнообразное отношение. Это, разумеется, оставляет открытым вопрос «Окей, а кто тогда я?» Но это классный вопрос, в котором классно отдельно пребывать, и это тоже тема другого совсем разговора, но выпадая в эту точку, из которой можно смотреть на свои телесные, эмоциональные и мыслительные проявлениями, не ассоциируясь себя ни с одним из трех, это открывает возможность для того, чтобы не гнева, очень живо переживать гнев по поводу эвакуированной машины, особенно, когда остальные 99 ровно так же нарушали, но при этом оставаться операционным, не ломать руки об стенку или об партнера и принимать адекватные решения, хотя это как бы, но и при этом продолжать чувствовать то, что происходит. Это очень вот прямо в точку, то, что ты говоришь, потому что я себе в этот момент, когда я испытала страшный гнев, я задала вопрос, ну, глобально, ты счастлива? И я так думаю, да и бог с ней, ну, сейчас пойдем выручать машину, ну, жалко, конечно, там денег и вообще неприятно, но ничего, переживем мы это приключение. Зинаида Юрьевна, есть ли у нас там вопросы какие-либо? Значит, скорее суждение, да, и, а можно я со своим вопросом прибегу? Сначала прочитаю суждение. Можно, в скобочках нужно, добавить еще один вопрос, а что чувствует ребенок или оппонент? Это раз. Шикарно. Да, ну, еще одно суждение, да, о том, что с себя труднее всего начинать. И вот, ну, тоже суждение по поводу того, что, к сожалению, народ живет по понятиям. Ну, про осознанность, про разумный подход, про трезвость какую-то, да. И можно я тоже вот спрошу, я, честно говорю, проведя сегодня три активности, я там как-то вступала в разговор, но вот с вами я слушала завороженно, не потому, что это театр, не потому, что это вот так прекрасно, хотя это было прекрасно с моей точки зрения, но потому, что для меня это действительно важный вопрос и важная проблема. У меня большой учительский опыт. И вот я вижу ребёнка, который явно движется там вот куда-то не туда. Он не работает на уроке, он не выполняет задания, он раз, два, три, четыре, пять. Я понимаю, что за всем этим у ребёнка будет много неприятностей. и я, как та самая мама из примера, который привёл Тимур, я начинаю срываться, ну, может, не орать, да, там, но, по крайней мере, жёстко выговаривать ребёнку, да, что вот где-то там в затылке у меня сидит мысль, что, скорее всего, я ничего не добьюсь, скорее всего, я не достучусь, но эта мысль, она действительно где-то там сзади меня, исключительно в затылке, да, и на самом деле я, как та самая мама, выплёскиваюсь. Значит ли это, что я, как учитель, ну, вот, у меня не сформирована осознанность в каких-то профессиональных ситуациях, да, Тимур, ты рассказал прекрасную фразу про то, что я, это не мои эмоции, я, это не только эмоции, не только тело, не только мысли, вот, а что я, но вот эмоции, когда я вижу, что ребёнок вот сейчас на люк наступит и грохнется, простите, ну, эмоции работают, я не прошу оценить эту ситуацию хорошо, плохо, я понимаю, что её не оценить, я прошу помочь её интерпретировать, если это можно. Есть отклик, даже не интерпретация, а отклик. Мне кажется, есть же, просто, когда мы разбираем вот эти вот истории про осознанное принятие решений, осознанный выбор, вот эти конструкции, есть разные ситуации. Мне кажется, это важно, 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 важно понимать. И если опираться на устаревшую концепцию тридиного мозга, там, типа, с рептильным мозгом лимбической системы и неокортексом, то неокортекс самый медленный, и как бы любые осознанные решения, любое осознанное что угодно, во-первых, ресурсы ёмко, а во-вторых, убер-медленно. Поэтому усвоенные паттерны, которые мы уже развили, работают быстрее, чем осознанность и в некоторых ситуациях оказывается это важнее. И история с некоторыми базовыми какими-то базовыми вот этими реакциями, которые по этой теории опираются на отпрыти рептильного мозга, происходит вообще моментально. То есть в ситуации, когда на вас летит КАМАЗ, или ребенок провалится в люк, очевидно, это не ситуация для какого-то обсуждения. Другой вопрос, правда ли, и тот, который мы обычно в таких ситуациях, который нам кажется важно задавать в таких ситуациях, а вот та конкретная ситуация, которая прямо сейчас произошла постфактум, она действительно относилась к критическим, в которых реактивное вот это вот моментальное включение было необходимым. Или это просто моя привычка сработала, а на самом деле мог бы себе там было позволить чуть глубже погрузиться, отложить и обдумать бла-бла-бла. Первый отклик. А второй отклик, я думаю, что в тех школах, с которыми, с теми контекстами, с которыми мы работаем, когда возникает проблемная ситуация, ребенок, который проявляет какие-то штуки и вызывает опасения, вызывает боль, вызывает страх, то есть какое-то переживание. Для нас это превращается в некоторую задачку для учительского коллектива, и классные вопросы возникают два сразу. Первое, окей, какого изменения, какого результата я хочу прямо сейчас добиться, и второе, какой инструмент, как мне кажется или, как нам кажется, на эту задачку сейчас лучше всего сработает. То есть мое эмоциональное переживание как учителя, который наблюдает за ребенком, который того и гляди испортит себе всю жизнь и закончит 40 лет в могиле, оно ясное, потому что это мое личное переживание как учителя с моим опытом, но есть некоторая ясная задачка ближайшая, то есть мы предлагаем, предлагали в подобных ситуациях и помогаем учителям декомпозировать это, а какое конкретное одно прямо сейчас изменение нам кажется важным, чтобы произошло, и второе, какой инструмент с нашей точки зрения на это может сработать. Если переносить этот вопрос на ситуацию с мамой, которая не пускает дочку в тусовку, то инструмент накричать на дочку, чтобы она не пошла, в разных перспективах имеет разное влияние. в краткосрочной перспективе текущей ситуации скорее всего это приведет, что дочка останется дома, но в среднесрочной перспективе это скорее всего повлияет на контакт с мамой, на способность ребенка коммуницировать, на способность выражать собственные эмоции и желания, даст возможность, очень-очень много оснований для вранья, а в долгосрочной перспективе станет ясным основанием для психотерапии. то есть это вот три среза. И вот, зная, что это так работает, вопрос, на какую перспективу прямо сейчас хочется повлиять нам, как учительскому коллективу, если на краткосрочную, окей, если на среднесрочную, окей, если на долгосрочную, окей. И это, опять же, я не живу в парадигме правильных или неправильных инструментов, потому что я, честно говоря, не знаю, какие нету правильных и неправильных. Есть, я живу в парадигме подходящих инструментов под какую-то конкретную задачку. И есть задачки, с которыми я согласен, а есть задачки, с которыми я не согласен. И это тоже, опять же, решение, с которыми я согласен, а с которыми я не согласен. И при этом учителя умеют принимать очень разные решение но здесь же важно мне кажется понимать что вот ровно то решение который учитель принял ровно за это решение он несет ответственность в рамках каких-то там какой-то и все в порядке нужно вот твое решение вот ответственность вот последствия в этом смысле мир мне кажется очень не очень жалко ставить точку на этом разговоре потому что он действительно бесконечен но вы приходится потому что слушатели тут просят отпустить их на следующую активность хотя но но не хотят пропустить о чем и тут еще интересное скажем не мото настя тимур огромное вам спасибо это была очень правильная наверное такая вот завершающая точка нашего дня второй студии в которой мы попытались говорить о незнании в их и даже не умение в их компонентах образования качественного образования и у вас это повернулось не только в инструмент но нет не столько в инструмент ребенка сколько в инструмент взрослого что было наверное удивительно важно то ну вот не могу извините но одну фразу скажу даже не претендуя на ответ достоев я филолог роман преступления и наказания естественно знаю наизусть поскольку много раз его с детьми изучала там есть этот очень известный там совершенно хрестоматийный эпизод про девочку на бульваре когда раскольников видит этого самого жирного франта который вот по его ощущению готов девочку увести и первый его порыв он отдает свои последние деньги чтобы там значит вот старый полицейский девочку куда-нибудь увел спас ее как вот вот нам важно ему не дать а потом он сидит и думает ну господи но этот да там мимо этого франта девочка проскочила а дальше то не проскочит жизнь она такая и вот достоевский очень явно дает читателю понять что искренний честный правильный порыв был порыв эмоций когда вот все что угодно думать будем потом а мысль трезвая вот у достоевского ну как у любого писателя слова важны мысль трезвая раскольникова ужалила то есть он пустил яд вот то есть но такая история может быть сложная и я не знаю тоже как и вы там несмотря на огромный педагогический опыт и жизненный стаж я тоже не знаю как правильно и очень люблю людей которые не знают как правильно спасибо спасибо огромное спасибо большое спасибо за то что у меня отбылась но я надеюсь этот разговор спасибо огромное за возможность трата разговора спасибо вам спасибо коллеги вторая студия на сегодня закончила свою работу я очень надеюсь что вам было интересно полезно познавательно я очень надеюсь что этот день дал вам пищу для размышлений я не претендую на то что вы сегодня чему-то научились но про подумать сегодня было очень много мы все абсолютно что сегодня происходило зафиксировали на видео естественно завтра это все не выложится потому что видео нужно обработать потому что его надо порезать элементарно да но мы будем сообщать в соцсетях о том когда появится это видео видео сегодняшней второй студии мне кажется что вот действительно здорово вытроить время и посмотреть все эти из четыре истории в одной логике единовременно воспринимая их как главы одного очень и очень непростого сюжета и простите один прагматический момент около каждой активности на которой вы сегодня были которую вы посетили есть ссылочка на анкету мы будем вам очень признательны если вы эту анкету заполните большое спасибо завтра мы в 10 утра разговариваем с дмитрием фимчем фишбейном и елена евгеньевна и щурской двумя директорами школ говорим об управленческих управленческих процессах связанных с организации обучения в старших классах завтра во второй студии будет потом будет небольшой перерыв и будет разговор андрея комиссарова людмилы рождественской и юрия эльма про очень интересную важную тему про цифровую школу потом мы немного подискутируем я пригласила сюда во вторую студию авторов двух популярных интересных подкастов образовательных подкаст о чем не говорят подростки и подкаст полоска света под дверью они поговорят между собой я поучаствую в этой истории зачем это им нужно зачем это нужно кому-то другому кто будет это слушать ну и вообще о чем они и почему подкасты сегодня так популярны и еще один разговор во второй студии будет разговор с замечательными учителями гуманитарных предметов москвичами удивительно интересными учителями причем я думаю что послушать это будет интересно не гуманитариям это будет разговор о роли цифры перспективном развитии гуманитарного образования но правда насколько я знаю про содержание этого разговора там речь не только для гуманитаров будет интересная а уж учителям истории литературы английского языка сам бог велел поэтому можете передать информацию коллегам большое спасибо вторая студия на сегодня завершает свою работу но вебинары еще идут что Продолжение следует...